В Сарове планируют ввести поэтапную систему награждений. Движение вверх по этой системе теперь будет происходить по принципу наградной лестницы. По главе ее стоит звание почетный гражданин. Ступенью ниже – заслуженный ветеран и почетная грамота Сарова. А к наградам базового уровня замыкающим систему отнесли благодарственное письмо городской думы и почетный диплом администрации. Как они присваиваются и кем они присваиваются. То есть ранее почетный гражданин, почетная грамота, заслуженный ветеран города присваивались исключительно городской думе. Сейчас в этом процессе также будет участвовать глава города, который свои представления по планируемым награждениям будет представлять на рассмотрение в городскую думу. Также планируют создать новые виды муниципальных наград. Почетным штандартом будут награждать юридических лиц. Это поощрение призвано стимулировать предпринимательское сообщество повышать качественные показатели своей работы. Сами народные избранники смогут отмечать наиболее активных и деятельных граждан благодарностью депутата городской думы. Такая система наградной политики, напомню, она действует и в области. То есть все те нюансы, которые были отражены в этом положении, они присутствуют и в законе области. По наградной политике Нижегородской области, так скажем. Ну и нашли свое отражение в представленном положении. Детально проработать наградную политику города и обсудить несенные изменения Евгений Викторович предложил на заседании рабочей группы, куда будут приглашены и представители администрации. Заместитель главы администрации Сарова Илья Волков выступил с предложением создать в нашем городе почетную аллею. К примеру, можно взять улицу Зернова, но это в качестве такого примера, определить конструкцию, тип конструкции, вид, на который будет это размещаться. Ежегодно, допустим, решением комиссии по представлениям организации определять список граждан, которые будут размещаться на этих местах и через соответствующее решение думы утверждать. Его инициативу народные избранники поддержали. Средства на реализацию проекта Илья Волков предложил взять из городского бюджета. К следующему заседанию социального комитета Илья Валерьевич подготовит соответствующее положение проекта и представит для обсуждения.